всем привет меня попросили продолжить вот данное действие то есть да как видите по описанию это процентное открытие предмета какого-то да и с разным количеством по времени сейчас в принципе в концу видео вы поймете что это такое и как это подходит ли оно вам или нет так все что у нас есть это вот эта коробочка внутренний диаметр я немножко уменьшил далее что необходимо давайте создадим виджет помощью которого мы будем как раз таки показывать проценты и сам так скажем открытие да так назовем его как пусть виджет бокс будет в принципе как вам необходимо можно сделать процентную строчку кинуть текст давайте это привяжем к низу это то же самое текст можем кстати написать с вызовом определенным так пусть это будет 05 и это будет 05 поднимем чуть выше и это мы поставили не посередине видимо так на текст мы можем создать поставим его из visible поставим функцию переходим граф так и на процентное давайте выберем цвет какой-нибудь красненький выберем цвет и на персент поставим бинт create бинт теперь нам нужно создать 2 2 переменные типа float первое мы назовем current time это текущее время и вторую мы назовем max time это максимальное время открытия теперь current time мы делим на max time float делить на float записываем в проценты допустим время 2 секунды из допустим из 10 у нас получается там 0,2 то есть да и соответственно проценты у нас до единицы от нуля до единицы то есть мы 20 процентов выполнил так создадим функцию функция у нас будет в общем get текст пусть будет так названо в ней мы создать подадим наши переменные текст с от текст и то что у нас получилось мы подадим вот сюда чтобы мы эту переменную могли сбрасывать из вне так теперь что нам необходимо давайте сделаем еще какую-нибудь дизайнерскую фишечку так у нас есть вот такие вот изображения это в виде шестереночки давайте ее и выберем поставим сюда имейдж в раш подаем шестереночку и сделаем ей анимацию для интереса сделаем чтобы она крутилась как будто мы открываем какое-то действие делаем имейдж подаем трансформ в трансформе rotation процент 0 фиксируем меняем на какую-то позицию делаем процентов на 30 я думаю нормально будет зафиксировали все заодно можно в граф зайти event graph и здесь мы должны создать event так пишем custom event назовем ее так ну что то допустим open open box open box они пусть будет так ставим branch и из condition и булиновскую переменную мы подаем сюда для того чтобы определять запускать нам или не запускать вытаскиваем нашу анимацию открываем animation new animation get делаем play play animation и вниз мы вытягиваем stop animation стоп мы на false на true play здесь по сути мы ничего менять не будем здесь все нормально а ну хотя можно поменять num loops to play то есть чтобы он прокручивался большую часть времени так скажем допустим стол будет так сохраняем все можно переключаться на бокс нашу коробочку в ней мы сейчас будем прописывать определенную логику которая как раз таки и будет открывать допустим тот же самый виджет так это у нас сфера которая внутри находится сфера 1 это вот begin overlap когда персонаж пересекает данную штуку создадим create виджет то есть мы откроем этот виджет создадим vgbox далее мы запишем переменную она нам пригодится так vgbox далее мы получается открываем это viewport далее внизу мы можем сделать так вытаскиваем remove from parent то есть мы удаляем когда персонаж выходит из данной коллизии в общем далее все у нас нормально теперь у нас есть такая штука давайте это ниже опустим у нас есть такая штука как gate вещь очень хорошая часто не пользуется конечно спросом но можно попользоваться это у нас ворота смотрите то что мы входим в коллизию вот это все у нас на open то что мы выходим из коллизии у нас на close то есть gate это он у нас переводится ворота соответственно мы закрываем ворота но для того чтобы открыть ворота нам нужно подать разрешающий сигнал это enter что мы будем делать на разрешающий сигнал во первых нам нужно зайти project setting и на импуте выставить action mapping то есть это у нас какие-то действия которые мы нажимаем на клавишах допустим определенных назовем интер box клавишу выберем я не знаю буковку f возможно да то есть мы постоянно на f нажимаем чтобы выполнить какие-то действия все интер box у нас action mapping далее мы снова заходим в box так vgbox мы можем закрыть и и когда мы будем вводить интер box это вот наш event который мы создали при нажатии на клавишу f мы будем выполнять здесь какие-то действия в данном случае давайте давайте сделаем определенную определенный параметр который скажет мы открываем или не открываем это булиновская переменная назовем из open его из open box в принципе нормально если true сюда если false сюда так извиняюсь если false сюда соответственно кстати мы можем сразу получается воспроизводить анимацию теперь нам из vgbox который мы создали переменная вот здесь давайте запустим ту функцию которую мы создали так я уже название ее забыл get text вроде да get text так ладно пусть будет get text сюда мы можем даже ее не показывать давайте создадим переменную еще одну в которой тип и текст назовем ее text is open допустим тип текст вот compile напишем какой-нибудь открываем коробку подаем ее вот сюда то есть когда мы будем нажимать на кнопочку соответственно у нас вызовется get text и он покажется так ну давайте все таки сюда подадим и пустое значение поставим далее у нас анимация есть еще можем ее запустить давайте я все таки открою посмотрю так у нас open box аним называется данные данный event open box аним если мы открываем коробочку давайте вот сюда ее поставим лучше давайте вот сюда ее поставим лучше так и сюда разрыв это мы подсоединяем если да который мы отмечаем здесь мы соответственно сравниваем и сюда сразу галочку ставим то есть одновременно чтобы вот не тыкать везде галочки вот так мы просто соединяем если она подтверждена что мы открываем коробочку и соответственно уже здесь автоматом открывает так что нам еще необходимо и вот это в принципе мы все можем подать на enter то есть мы подали мы сказали что мы открываем коробку делаем анимацию подаем текст необходимый все далее из gate мы будем выполнять несколько действий в данном случае давайте вызовем sequence это буковка s нажимаем и на рабочем поле щелкаем во-первых это мы подаем действия которые будем делать и то что мы должны выполнить в общем сейчас все объясню во-первых мы должны использовать delay но delay второй который retreat variable в данном случае он считывает делаете ли вы какие-то действия или нет если делаете то он не выполняет после себя никаких скажем выполнений из duration мы вытаскиваем promote variable в данном случае это у нас будет то же самое что у нас время да max time то есть здесь мы его открываем compile сделаем вот этот 02 мы можем стереть и допустим 6 написать 6 секунд мы будем открывать коробку из-за того что мы ее открыли вот выберем здесь наш box и здесь у нас вот как раз таки есть max time мы его можем менять то же самое ну и дальше мы снова проверим открытая ли коробка чтобы он на всякий случай не выполнял по несколько раз одно и то же если да то мы здесь вот как раз таки будем выполнять все что назначим то есть все что необходимо то и будем здесь выполнять давайте сделаем это обычным destroy нашего компонента а после destroy вы там допустим взять в инвентаре и еще что-то продолжаете делать и так далее в данном случае я просто назову print string допустим допустим забрал в инвентарь так подадим какой-нибудь красный цвет теперь у нас есть еще sequence вторая ветка но для второй ветки нам нужно создать некоторые event которые мы будем выполнять это очень запутанные схемы немножко так давайте кастом event кастом event назовем ее time ну или таймер давайте лучше назовем ее таймер мы мы в общем сделаем как смотрите наш таймер custom event будет получается выполнять set set timer by event это у нас event да который будет выполнять сам себя то есть мы его зациклим по сути далее в общем мы подадим в общем наше время max time то есть он будет работать вот это время и при этом то что у нас здесь получится мы сможем считывать сколько времени прошло мы нажимаем get и у нас выходит есть elapsed time by handle вот это сколько времени прошло в переменной float давайте сразу создадим еще несколько event это у нас будет custom event это stop timer так stop timer и получается update timer и update timer мы в общем снова проверяем открыта ли коробочка branch если коробка получается открыта мы вот это штуку записываем да сколько времени прошло но мы ее записываем прямо в виджет наш виджет которым в котором имеется наша переменная получается set current time вот мы ее записываем и подаем на нее значение timer elapsed time by handle ну далее мы выполним быстренько delay потому что иногда он не срабатывает сразу и сделаем какой-нибудь короткий delay 01 и снова вызываем наш update то есть мы допустим какую-то эту секунду считали при этом получается update timer на false мы будем уже записывать нашу функцию наш custom event stop timer то есть если у нас коробка уже не еще не открыта соответственно stop timer и сюда мы уже будем подавать вот это же значение только в нулевой нулевое значение давайте его вот сюда поставим то есть здесь нулевое здесь мы записываем сколько прошло и в stop timer нам необходимо будет записать получается pause time by handle по сути мы останавливаем отсюда мы отсоединяем и на stop подключаем все вот такая функция она работает секунды считывает секунды записывает виджет и соответственно виджет снова точнее вот этот таймер снова обновляется и все то же самое происходит пока не сравняется в общем как я и говорю эта функция немножко сложная и сюда мы вот на секвенс на вторую дорожку должны подать получается наш таймер и получается update timer то есть наш таймер которая считывает секунды так скажем и апдейтит их давайте попробуем проверим так коробочки у нас надпись есть 6 секунд кнопочка F видите у нас все появилось текст блок кстати не прописался так и не работает нажатие почему потому что ну во первых мы забыли прописать еще кое-что мы здесь должны подать get player controller из него мы должны выпустить input enable input и disable input так и еще мы забыли кое-что сделать получается на виджет вот сюда мы должны подать наше время наше время наше время set max time давайте set давайте его прямо сюда подадим до показа и на max time мы подаем значение max time но который находится в самой коробке проверяем нажимаем буковку f и у нас снова ничего не работает давайте еще посмотрим посмотрим так r1 все правильно здесь у нас открывает здесь проверяет looping здесь не нужно ничего включать так очень интересно компайл я не забыл надеюсь здесь здесь давайте текст сотрем так у нас не выполняет как я предполагаю вот это нажатие да давайте принц string hello да не выполняет так хотя мы подали все enable input disable input а я контроллер потенил не туда извиняюсь контроллер давайте еще раз проверим открываем коробку я останавливаю где-то на середине и как видите у нас все работает сейчас до полностью дойдет и удалится коробка виджет у нас закрылся давайте проверим сколько 6 секунд или не 6 раз два три четыре пять шесть ну я может быть быстро считал но в принципе так оно и произошло давайте поставим на коробочку буквально в течение трех секунд раз два три раз два три все отлично в общем дело у нас вот такое так давайте еще раз проверим как видите у нас шестерня вращается в нужный момент останавливается в нужный момент и так далее да то есть у нас пишет открываем коробочку и отлично можно сделать открытие виджета когда уже нажимаете клавишу но это уже ваше дело в принципе все основную механику я показал надеюсь вам это помогло если да подписываемся ставим лайки а так жду вас на стриме всем пока 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 не